Друзья, я приветствую всех. Сегодня я вам расскажу, как раз и навсегда перестать лениться. Этот метод – это основа основ. Если вы осознаете вот эту методику, вы раз и навсегда перестанете лениться, потому что остальные методики, они дают временный эффект. А вот именно эта методика – это основа основ. Вот главное ее осознать. Итак, смотрите. Чтобы лучше объяснить, возьмем такой пример. Компьютерные игры. Человеку нравится играть в компьютерные игры и лень читать, лень развиваться. Вот такой вот пример. Итак, в этом примере уже есть половина ответа. Что нужно сделать? Звучит все просто. Нужно поменять любовь местами. Вы должны полюбить чтение и развитие и возненавидеть компьютерные игры. Вы должны хотеть, читать, развиваться. И вам должно быть лень. Лень играть. Да? Это самый-самый эффективный метод. Потому что он будет работать всю жизнь. Так случилось со мной. Я просто полюбил развитие. Я понял, что это мне приносит деньги. Я становлюсь успешным только из-за развития. А игры меня тянут вниз. Все. Я просто это осознал. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Как это осознать. Есть много способов. Вот я просто это осознал. И все. И я уже никогда не притронусь к компьютерным играм. Все. Я навсегда полюбил рост, развитие. Потому что вот, вот результат. Вот машина результат. Деньги результат. Вы видите результат. И все. И я уже никогда, да, не буду играть в компьютерные игры. Все. Потому что я знаю, что приводит к успеху. А если кто-то меня хочет позадрачивать, найдутся умники, которые скажут, а если я хочу стать чемпионом по киберспорту, речь не об этом. Я просто взял такой пример. Речь вообще не об этом. Вы подставляете в этот пример свои проблемы. Самый лучший способ и самый действенный, короче, но он не всем подойдет. Это возненавидеть через боль. Я вам уже говорил. Самый действенный метод. Это у меня сработало. Через боль. Вот представьте, вы играете в компьютерные игры. Год, два, три, пять лет. Там от вас ушла жена. У вас нет денег. Там у вас забирают квартиру. Вы там поссорились с семьей. Вот такое вот происходит. И в один прекрасный момент боль уже, да, зашкаливает. И человек говорит, все, с меня хватит. Я просираю свою жизнь. Я никто, я ничего не добиваюсь. Я прокачиваю персонажа в компьютерной игре. Я вбухал туда кучу денег, там, на вещи какие-то. А сам я никто. Я неудачник. От меня все отвернулись. От меня ушла жена. Все, с меня хватит. И он нахрен удаляет там игры или выбрасывает нахрен компьютер. Все. И начинает менять свою жизнь. Вот так было у меня. Я прошел через боль. Я опустился на самое дно. Ко мне пришло осознание, что вот как я докатился. Как можно было докатиться. У меня вроде бы и деньги были. И любимая была. Все было. И теперь я на самом дне. И я сказал, все, с меня хватит. Все. И полюбил развитие. Сразу же. Все. Моментально. Моментально приходит это осознание. И все. И вы уже идете только вперед. Это хорошая на самом деле ситуация. Потому что вы быстро умнеете. Но когда у вас все хорошо. Есть что покушать. Есть крыша над головой. Вам нравится играть, да? Вам нравится пойти отвлечься. Поиграть там с друзьями. Почему? Потому что все хорошо. И вам это нравится. Понятное дело, что вам это нравится. Вам там не нужно ни о чем париться. Вам нравится играть. Конечно же, нахрен то чтение. Нахрен то развитие. Если вам круто посидеть, поиграть. Потому что вы это любите. Потому что нет никакой боли. Итак, что нужно сделать в таком случае? В таком случае нужно эту боль вызывать искусственно. В некоторых моментах я вызывал боль искусственно. Как это сделать? Нужно сидеть и накручивать себя. Нужно прорабатывать. Нужно правильно накручивать. Нужно прогонять через свой мозг правильные мысли. Вы берете листик и записываете все минусы. Самые-самые такие негативные. Пишите жестко. Пишите настолько жестко, чтобы ваш мозг начинал задумываться. И это нужно делать каждый день. Каждый день. Видите? Нужно приложить какие-то усилия. Я вам не говорю разгружать вагоны. Просто на 5 минут в день. Просто подумайте. Ложитесь спать. Подумайте. К чему я иду? Если я буду играть и начинаете выписывать. А вы подставляете там свою проблему. Начинайте выписывать. Я буду жалким неудачником. Вот люди будут путешествовать. Смотрите мой инстаграм. Люди будут путешествовать. У людей будут деньги. Они будут расти, развиваться. А я буду жалким неудачником. Я буду никем. Я ничего не добьюсь. Я не найду себе там нормальную, красивую девушку. Понимаете? Выписывайте по максимуму. Что со мной будет там через 5 лет? Да, у меня будет крутой персонаж. Я туда просаживаю деньги. А в реальной жизни я никто. Вот. Пишите себе так. Задумывайтесь. Каждый день думайте, думайте. Прогоняйте эти мысли. Да, нужно прилагать усилия. Нельзя посмотреть видео. Вот. Вы посмотрели видео и все. И все. И завтра вы уже все. Перестали лениться. Все. Путь к миллиону. Нет. Нужно работать над собой. Это для тех, у кого все хорошо. Если у вас ситуация плачевная, вы должны еще чуть-чуть усилить эту боль. И все. И вы сразу же поймете. Сразу же мозги станут туда, куда нужно. И вы сразу же поймете, что все, хватит с меня просирать время. Хватит с меня. Это деградация. Я буду идти только вперед. Короче, берете и выписывайте. По максимуму выписывайте весь негатив. Прям самую жесткую дичь туда пишите, чтобы возненавидеть. Возненавидеть то, что вы любите. Возненавидеть компьютерные игры. И полюбить. Полюбить развитие. Также можете выписывать. А что будет, если я буду развиваться? Вот куча примеров. Развитие. Мне поможет заработать деньги. Мне поможет достичь успеха. Я буду путешествовать. Я буду жить жизнью своей мечты. Выписывайте, 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 выписывайте по максимуму. Кстати, мне очень часто пишут люди, что вот Тарас, после твоих видео ко мне пришло это осознание. Человек там пишет. Я 10 лет страдал херней. Играл в игры. Был в кредитах. У меня вообще не было денег. Уже как полгода не играю. Мое состояние 5000 долларов. Я открыл свое дело. И иду только вперед. Все. Этот человек будет лениться? Да никогда он уже не будет лениться. Никогда. Все, он понял. Блин, такая жизнь круче. Если я буду это делать, он это полюбил. Я буду при деньгах. Я буду чего-то добиваться. Я буду расти. Все. Ему теперь это нравится. Ему теперь не будет нравиться играть, сидеть, деградировать, херней страдать. Нет. Все. Все. Этот человек будет идти только вперед. Все. Вот такой вот. Простой метод, да? Просто осознание. Вы должны вызвать у себя эти мысли. Если вы вообще застряли в такой жесткой зоне комфорта, но хотите изменить свою жизнь, начинаете вызывать. Начинаете вызывать. Вызывать эти мысли. Накручивать себя. Правильно накручивать. Чтобы осознать, бросить эту всю херню и двигаться дальше. Итак, с болью разобрались. Теперь, что еще нужно сделать? Нужно усилить теперь любовь. Нужно усилить окружение. Да? Ну, если у вас все друзья играют в компьютерные игры, понятное дело, не так просто будет бросить играть. Вот. Понятное дело, вам нужно менять окружение. Постепенно нужно это делать, если вам там звонит друг. Давай поиграем. Вы отказываетесь. Вот. Можете взять и удалить игру. Ну, это жестко. Особенно для тех, которые там играли три года. Вот вы играли три года. Вы покупали какие-то вещи, персонажу. Вы уже там столько вот добились. А где добились? А где, блин, добились? В игре. В какой-то сраной игре. А вы на самом деле никто. Вы сидите за компом в трусах. Вы никто. У вас ни денег нет. У вас долги, кредиты. Блин, не знаю. Потолок течет. Живете в плохих условиях. И вы сидите и играете. Играете. Все. Подумайте над этим. Сразу же удаляйте игру. Все три года просрали. Ничего страшного. Все. Начинайте путь вперед. Все. Изменили окружение. Включаете компьютер. А там на рабочем столе все. Нет вашей игры. Все. Уже не тянет. Звонят друзья. Отказывайтесь. Уже не тянет. Вот так вот. Начинайте потихоньку это делать. Нужно прилагать усилия, ребята. Нужно какие-то усилия делать. Нельзя вот так вот что-то посмотреть. Все. Все. И я теперь иду вперед. Нет. Все равно вам нужно поработать хотя бы головой. Хотя бы головой. Я вам здесь не рассказываю о какой-то суперсложной технике. Да вообще эти техники ни хрена не работают. В жизни настолько все просто. Просто осознайте это. Очень все просто. Если вы смотрите это видео, вам наверняка интересно, да, как побороть лень, как избавиться от лени. И вы там кучу всего перепробовали. Да это никогда не сработает. Никогда. Если вам это не придет сюда, если вы это не осознаете, если вы не будете прогонять нужные мысли, если вы не будете это делать, ничего не получится, ничего. Вы потом будете опять возвращаться, опять будете возвращаться. Потому что осознание ноль. Не будет осознания. Просто каждый день прокручивайте, прогоняйте эти мысли, работайте над собой. Это та же работа. Работа, только умственная работа. А всякие методики. Через силу воли не работают. Сила воли это полнейшая хрень. Сила воли не работает. Она может давать временный какой-то там эффект, но она не сработает. Если вы будете себя заставлять, это все полнейшая хрень. Да, там недельку продержитесь, две месяц, окей, месяц, потом все равно бросите, потому что вы это не любите. Но если вы это полюбите, зачем себя заставлять? Вы это полюбили. Вы же не заставляете себя идти, играть, блин, нужно пойти поиграть, пойти поиграть. Нет, вас туда тянет, потому что вы это любите. Вот и все. Вы это любите. Вас должно тянуть к успеху. Полюбите развитие, полюбите успех. А для этого нужно осознать это. Просто осознать все. Вот такой вот щелчок раз и все, вы осознали и все, назад пути нет, вы двигаетесь только вперед. Некоторые могут сказать, окей, а как полюбить, если нет результата? Ребята, я через все это проходил. Да, вот вы начали заниматься, все, вроде бы полюбили, но результата нет, нет, нет. И вот этот огонь гаснет, да? Но, как было у меня? У меня было так же. Я вот в секунде это полюбил, начал развиваться, начал работать, мне было кайфово, но потом, да, результата нет, нет, нет. Этот огонь потихонечку угасает, ты расстраиваешься, но что я тогда осознал? Опять же, опять ко мне пришло осознание, если я все это брошу, лучше не станет. Все, опять же, осознание лучше не станет. Ну и что, если я все это брошу и вернусь к прошлой жизни? Я знаю, что меня там ждет, я прекрасно знаю, я вижу это там, по моим знакомым, я это вижу. Что будет со мной? Со мной будет так же, как с ними, меня ждет такая же жизнь через работу, работать на кого-то за копейки, такая же жизнь, если я брошу. Есть смысл бросать? Нет, конечно же. Все, опять осознание пришло и я продолжил, продолжил опять двигаться вперед. Тот путь я знаю, новый путь я не знаю. Да, может меня ждет провал, разочарование, но там точно провал и разочарование. Все, все, ребята, опять же, осознание. И вот я продолжал, продолжал и потом, спустя время, начали появляться маленькие результаты, крошечные успехи, крошечные победы. Но если это уже появляется, все, тебя вообще не остановить. Ты продолжаешь топить. И ты понимаешь, вот оно, вот оно, наконец-то. Вот результаты, вот, вот, ребята, это все результаты. Это круче сидеть в своей тачке, кайфовать, чем наслаждаться там успехами какими-то, какими-то успехами в какой-то там виртуальной игре. Вот, это реальность. Я сижу в своей тачке, вот реальность, вот вам мотивация. Такого бы никогда не случилось. Никогда, если бы я сидел, играл в игры, выходил там на пиво с ребятами, на непонятные разговоры, занимался бы херней, никогда такого бы не случилось. Но я выбрал другой путь. Короче, ребята, на этом все. Это видео, это видео, это первый шаг к вашей осознанности. Кто недавно ко мне присоединился, подписался на мой канал, посмотрите, у меня много таких видео. И я рассказываю истории своей жизни. Я рассказываю то, через что я прошел. Видите, никаких заготовок, никаких сценариев. Просто выехал по делам, припарковался и передал вам свой опыт. Все. Передал то, что у меня здесь, это у меня здесь. Я через это прошел, и это работает. Это реально работает. Смотрите только такой контент. Смотрите только таких ребят, которые прошли и могут поделиться. И перестаньте вестись на всякие волшебные таблетки, волшебные курсы. Все проще простого. Просто мотивируйтесь, а дальше дело за вами. Вы должны работать над собой. Все. И все к вам придет. Если это видео вам реально понравилось, вы что-то осознали, поставьте ему лайк, поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться на этот канал. Также подписывайтесь на остальные мои каналы. У меня только полезные каналы. Канал с новостями. Канал по мотивации. Канал по финансам. Подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал по финансам. Там я показываю, как я зарабатываю. Опять же, мой опыт. Только мой опыт. Вот я заработал, я показал. Я заработал, я показал. Нет там никаких супер-схем, чтобы без рисков со 100 долларов сделать миллион. Нет. Такого не существует. Купил вот я биткоин в семнадцатом году. Все. Сейчас много заработал. Купил акции, продал акции. Все. Все просто. Все просто. Не существует никаких супер-схем. Перестаньте на это вестись. Постоянство усилий. Постоянство усилий. Все. Купил что-то, подождал, заработал. Все постепенно. Деньги к вам придут постепенно. Нет супер-быстрых каких-то схем. Быстро поднять, разогнать. Все. Перестаньте страдать херней. Постепенно, постепенно, постепенно. Вы создаете себя. Вы создаете свой капитал. постепенно. Деньги к вам придут в нужное время. Все. Я вам желаю перестать страдать херней. И все у вас будет. Пока.